всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть в своих предыдущих видео я рассказывала о причинах из-за которых я набрала огромный вес и стала весить 120 килограмм всем интересна моя история и сегодня я набралась смелости рассказать хронологию своего позорного пути к ожирению первой степени ну или не позорного несчастного это кому как понравится первый набор веса серьезный случился 18 лет 18 лет я забеременела старшей дочерью решила рожать ребенка и во время беременности мой организм и так поняла испытывал сильнейший стресс перегрузки как и физические моральные и поэтому у меня был просто дикий голод все время беременности я каждую ночь ходила к холодильнику то есть мой организм мой живот задавал такие звуки как я не знаю в какой-то книге стивена кинга там какой-то утробное урчание мне нужно было есть соответственно что у нас опять-таки принято что беременным нужно есть за двоих это всеми членами семьи поощрялась вот чтобы я родила богатырку и так далее и то есть перед беременностью я весила 60 килограмм и в рудом уже я пошла с весом 84 при своем росте 178 сейчас когда я вижу 93 84 это просто просто мечта на тот момент для меня это был адский ад и естественно родив ребенка я поняла что я не сдаюсь я буду худеть и возьму себя в руки применю свою силу воли и так далее и у меня получилось на самом деле то есть я так как решила стать самой лучшей мамой для своей дочери я ушла с учебы и занималась только муж у меня ходил в море я занималась только ребенком вот никто мне не помогал поэтому все заботы и все хозяйство полностью все легло на мои плечи с ребенком и нужно гулять поэтому я очень много времени проводила на улице вела очень активный образ жизни машина не было я очень много ходила пешком просто гуляла с дочкой ходила на молочную кухню ходила за покупками в магазин таскала коляску таскала дочку то есть проблем плюс естественно я кормила ребенка и определенные ограничения присутствуют я это все соблюдала плюс мне было всего 18 лет поэтому я так понимаю сейчас был бешеный обмен веществ и до там 65 где-то я похудела ну очень незаметно для себя плюс я была очень глупая поэтому я не ела после 6 это реально работало а то что из-за того что я не ем после 6 у меня заставится желчи болит печень меня абсолютно не интересовало ведь я худела и это было в тот момент то что я считала мне нужно дальше дочка подрастала быт вся жизнь налаживалась я пошла на работу дочка пошла в садик как-то работа вроде тоже была активная но как-то то я тут поем привычки то мои которые были сформированы в детстве из-за которых я страдала мои комплексы какие-то они все равно были со мной и постепенно вес мой стал расти как я уже говорила я не проснулась однажды супер огромное это все происходило очень постепенно но за какой-то чередой будней да и праздников которые мы любим все поесть я этого не могу сказать что особо замечала плюс у меня уже был удачный опыт и я как могу это сравнить знаете как наркоманы алкоголики говорят или там люди которые там курят да я в любой момент могу бросить и так как у меня уже был один удачный опыт я понимала что вот просто будут самые лучшие условия самое лучшее время придет в общем сойдутся звезды и я обязательно это все сделаю легко без проблем потому что я молодец я это уже делала вот потом как-то я стала весить 70 вроде прямом росте так еще и нормально дальше муж также работал в море он приходил когда муж приходил с рейсом он время много дома проводил много ели на работе на привык есть там на судне по вахтам соответственно мы с ним могли в 12 часов вечера закусить нам был нормальным никаких проблем в этом не видели вот потом 25 лет я наконец-то первый раз побывал на море где мы тоже хорошо питались и как-то я приехала с моря и меня в садике спрашивают они можно ли поздравить нашу семью счастливым событием пополнение же будет потому что с моря я приехала вот такая и вот такая вот потому что отдыхали мы хорошо питались мы прекрасно вот я что-то так смотрю что-то я вообще что-то что-то и в общем пошло не так тут я значит неожиданно все таки заметила что я вешу 95 тогда и я естественно попробовала себя взять в руки еще раз я это сделала я муж был пока в рейсе я пошла села на диету но жестокую опять пошла на фитнес но у меня тогда было время то есть я работала сменами для дочки я готовила отдельно но она там частично питалась в саду я в свои выходные дни ходил на тренировки муж был в море дочь в саду и я после тренировки просто так как это у меня занимало очень много сил приходила и вот просто падала в тот момент я себе могла такое времяпрепровождение позволить и к удивлению всего за три месяца я похудел на 10 килограмм вот тут с моря пришел муж мы с ним как-то обрадовались стали опять есть и вес опять начала расти плюс у нас произошло уже действительно счастливое событие я забеременела младшей дочерью и естественно тут уже абсолютно было не до диет вот плюс старшая дочь у нас уже собиралась в школу как бы все эти вопросы с весом не с весом абсолютно ушли на второй план потому что забот было очень много вот и с младшей дочерью в роддом я пошла уже с весом 103 килограмма сейчас я понимаю что 103 тоже не так плохо сравнение со 120 увидите все познается сравнение и вот я родила младшую дочь в роддоме я питалась тем что там предлагают то есть никаких дополнительного питания меня не было это мне помогло ну и восстановиться после операции и сбросить там лишнюю воду и так далее все что там остается у женщин из роддома я вышла 91 килограмм неплохо меньше на самом деле чем сейчас на 2 килограмма и тут происходит начинается череда тяжелых событий начинается там темная черная серая полоса это можно назвать как угодно но суть происходящего была в том что доллар резко вырос в цене и так как мой муж ходил в море работал на иностранных компаниях и когда доллар вырос всего лишь 30 до 45 мы просто перестали платить зарплату мы оказались в плачевной ситуации то есть я была дома получала пособие и как человек работу ну как бы найти не мог потому что он моряк с эта узкая специализация все какие-то другие вакансии там тоже точно также не платили денег что делать было вообще непонятно и я естественно тут у нас маленький ребенок тут старшую дочь ходит в школу и я по все сразу паттерны которые были у меня сформированы сработали так как денег не было зато был fix price с дешевыми печеньями я расстраивалась нет я не расстраивался я была в ужасе я была в шоке потому что все вот только что было хорошо была куча надежд и мы оказались просто в ужасной ситуации материальной с грудным ребенком на руках и я все свое беспокойство всю свою горечь всю свою растерянность заедала заедала каждый день то есть есть полкило я просто вот сейчас говорю мне просто стыдно даже говорить такие вещи съедала полкило печенье за раз запиваю это все молоко вот так и проводила эти дни вот и соответственно вес начала расти просто прогрессии в геометрической наверное с этого момента и вот когда младшей дочке исполнилось 5 месяцев ситуация начала слава богу меняться в лучшую сторону муж перепрофилировался то есть он полностью ушел со флота и мы с ним нашли вместе работу где мы работали посменно с ребенком с младшей дочерью мы сидели по очереди очень очень много времени проводили на работе но благодаря тому что много работали мы стали наконец-то зарабатывать зарабатывать хорошо у нас с финансами в общем у нас начало налаживаться но так как я по-прежнему была мамой пятимесячного ребенка и семилетнего ребенка дочь естественно младше ночами также как и всех матерей периодически не спала у нее точно также болел живот резались зубы в общем ну обычный ребенок как вы не работающий мама естественно я все время где-то не досыпала естественно когда ты мало спишь ты хочешь как-то поесть чтобы проснуться плюс все время я старалась посвящать детям так же как и муж когда находился дома поэтому времени готовить просто не было и мы поскольку у нас стало лучше с финансами нашли прекрасное решение что же этого дураки готовить мы зарабатываем мы можем питаться где-то там в каких-то супермаркетах кулинариях и так далее все пожалуйста есть что ты хочешь абсолютно вот ну что мы и начали делать начали питаться питаться очень хорошо особенно после того периода когда мы могли позволить себе только суповой набор рыси пришла меня поддержать либо просто хочет стать звездой youtube мне напишите вы любите больше котиков или рассказы толстых женщин вот извините продолжаем мой рассказ и мыси пап ясь я говорю про себя я себя поощряла я понимала что я молодец я хорошо зарабатываю еще у меня и ребенок и вообще мы молодцы и я вот могу жить такой жизнью отвлеченные от бытовухи и питаться готовой едой ну собственно говоря и питались и заказывали доставки еды и так далее и соответственно так как сейчас я не покупаю готовую еду совсем потому что это дорого это вредно потому что это не нужно мне сейчас и вес начал расти еще сильнее вес стал расти я уже весила сто 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 пять сто десять и просто вообще началась такая очень активная жизнь работа дети все это как-то мы с мужем ты не обращали он толстый я толстая но вроде бы и до этого сильно худыми не были мы как-то там пожрать мы любим время коротали мы прекрасно за этим делом и как там такого не было потом один из звоночков произошел когда мы в 2017 году отсюда заработали на первый отпуск за границей мы собирались с детьми поехать в турцию и поскольку неожиданно ни один из купальников мне не подходил мы пошли в магазин и вот это был конечно очень не знаю как сказать стыдно и позорный отвратительный мерзкий отрезвляющий момент что что сюда подходит лучше подберите что нравится вам я пришла туда магазин в магазины и понимаю что себя могу натянуть только вот одну модель это это слава богу что их еще не расхватали и я посмотрела зеркало ставила что вот я наконец-то может быть это для кого-то недостижение на тот момент для меня это было очень важно что я могу со своими детьми своей семьей мы едем в отпуск и что я на это вроде бы мы заработали и вот я в таком теле вывожу себя на отдых это было очень-то очень задело но в отпуск мы приехали как бы оказалось что я там не самая крупная всегда можно найти оправдание что что я и могла сделать не оставалось только искать потому что я думала что я не могу ничего сделать не хотела ничего делать это сейчас не знаю что лучше подходит и там было все включено о котором я мечтала кормили вкусно везде и мы с мужем естественно кормились вкусно везде и когда я по то есть я в турцию ехал оказалась еще не такой толстый это было 110 а вернувшись оттуда я уже весила 120 вот и это моя история как я растолстела до 120 килограмм это было в 2017 году самый мой большой вес после этого видео я начинаю наконец-то серию о том как я смогла похудеть о том как похудеть и естественно я делюсь в своих видео своим личным опытом я всех благодарю за просмотр моего видео если она вам понравилась поставьте пожалуйста лайк подпишитесь на мой канал нажмите на колокольчик и если вам есть что сказать мне напишите пожалуйста мне комментарии также меня можно найти в инстаграме всем любви и добра с вами была мария мироневич до свидания